СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ — Пройтись, понимаете, нагулять аппетит, тем более, что у нас тут гость соответствующий, нагулять аппетит, потом поговорить о художниках. — А ведь гость, говорят, такой мастер, что он может приготовить всё, что ты даже не поймёшь, что ты кушаешь. — Это страшно. — Что касается нашего гостя, то мы давно его зазывали, так уж честно признаться, и надо сказать, что нашим слушателям он хорошо знаком. Уже немалую передачу выходило с участием. Я имею в виду Игоря Мурадовича. Это Игорь Мурадович Барслива. Добрый день. Основатель и владелец кафе «Тифлис». Вот так вас представляем. «Тифлис» — кафе грузинской кухни. Находится в нашем городе. И мы сегодня с Адизом Алиичем решили продолжить нашу традицию. Всё-таки лето. Время отпуска. Отдыха. Отдыха. Путешествий. И почему бы нам не отправиться сегодня благодаря Игорю Мурадовичу в Грузию совершить такое радиопутешествие, радиоэкскурсию? А потом не просто радиопутешествие, а потом ведь можно и, я не знаю, можно об этом говорить или нельзя, но потом, слушая этот радиоэфир, можно прийти в кафе «Тифлис» и покушать там соответствующие грузинские блюда. Смело можно делать. Вот ведь смело, говорит Игорь Мурадович. А просто так спокойно можно? — Пока вас не было, Игорь Мурадович спрашивал, был ли я в Грузии? Я сказал, что нет, но, к сожалению, не довелось. А Адиза Алиич спрашивает Игорь Мурадович. — Я обычно так не говорю, я говорю, я ещё не был. — Ещё, ещё. Так что мы... — Это дело. — Игорь Мурадович сказал, значит, можно лукавить, значит, можно обманывать. Что есть, что нет. — Нет, лукавить, я думаю, что Игорь Мурадович такой человек, что он лукавить не будет, он всё скажет прямо и как есть. — Постараюсь быть правдивым, субъективным. Насколько это возможно, пожалуйста. — Игорь Мурадович, скажите, пожалуйста, скажите тем людям, которые этим летом ещё не бывали в отпуске, но сейчас вот его планируют, и хотели бы выбраться куда-нибудь за границу, ну, знаете, у нас вот Турция, Тунис, ещё что-то, которые не уделяют внимания Грузии. Вот что вы им скажете, что они много теряют? — Я хочу сказать, что на протяжении почти двух веков, как Грузия вошла в состав России, тогда вот Россия познакомилась с Грузией плотно. — Сегодня я не встретил ещё человека, который бы сказал, нет, мне там не понравилось, нет, там невкусно готовят, там грубо принимают. — Ничего, посмотрю. — Природа некрасивая, да, и так далее. — И природа некрасивая. — Поэтому много очень турфирм, помимо турфирм, есть ещё отдельные такие гиды, которые предлагают разные туры Грузию. Например, очень интересные это паломнические туры, очень интересные. Я вот не более-то как месяц назад приехал из Грузии, но я ездил по своим делам, специи привёз оттуда свежие. — Да, это обязательно, год-два раза мы специи привозим из Грузии свои. — Это к передаче, чтобы потом с радиозаписью прийти и там покушать. — Вы говорили, да, что привезли. — Сравнили, сравнили. Вот. Там очень интересно. Например, я сейчас удивился даже, я был в Кахете, Давид Горячий такой, лавра такая, она на границе с Азербайджаном, Грузия-Азербайджан, Давид Горячийский лавра. И когда с настоятелем я общался, он обратил внимание, говорит, вот посмотри, сейчас мне из Москвы привезли панно, Давида Горячий, панно, человеческий рост. И говорит, как ты думаешь, кто это соткал? А соткали это женщины, которые молились ему о чадородии, как в этом говорят в христианстве, то есть о деторождении. — О продолжении потомства. — Да, и это все у них получилось, и вот они собрались, и вот это панно выткали, и прислали. Отец Иоанн из Москвы, маленькой делегации, привез, и вот там она сейчас это висит. Очень приятно смотреть на это панно. Оно передает вот это чувство вот этих людей, которые с какой любовью это все делали, женщины, которые родили детей. Там это, то есть, когда люди приходят не просто приходят, там, посмотрите налево, посмотрите направо, а сейчас уже в основном приезжают, знаете, зачем. Если беды какие-то есть, они молятся там, где усовшие, похороненные, вот эти настоятели монастыря. — Ну это да, это очень трудно. — И очень, очень много, я даже не ожидал. Я часто бывал раньше, ну, года три-четыре не было, вот сейчас поехал. Я просто удивился, там, я не знаю, сколько машин стоят, автобусов стоят с туристами, молятся. — А туристы из России, соответственно? — Из России. — В основном из России. — Ну, я думаю, потому что, и прежде всего, потому что Грузия и Россия — это как два брата, молящихся, как бы, собственно говоря. — Православные. — Православные, да? — Православные. — Ну, белорусов встречал тоже, тоже наши, как бы, белорусы там, украинцы тоже наши там были. Вот, и при том, с семьями приезжают туда, не так вот тут одинок. Семья вот встречал, общался с белорусской семьей из Минска. Вот, они очень хотят иметь ребенка, вот, приехали сюда, уже в третий или только четвертый раз за это время они посещали там монастырь. Очень интересный монастырь есть, недалеко от Тбилиси, честь тринадцати ассирийских монахов. А ассирийские монахи — это первопроходцы, которые после святой Нины, которая в IV веке крестила царский двор, а в VI веке они пришли и уже всю Грузию, так сказать, охватили. Православие, так сказать. То есть выполнили свою миссионерскую функцию. Да, по воле Божию, да, это по воле Божией они пришли. И вот там маленький монастырь построили селяне сами за свои деньги, и государство ничего не помогало им. И там служба идет на языке Иисуса Христа, на арабейском языке. — Вы хотите сказать, что священники, те, кто ведут эту службу, они владеют арамейским языком? — Вот в этом монастыре. — Вот именно в этом монастыре. — В этом монастыре, да. В этом монастыре, да. И очень тоже много паломников, которые хотят послушать вот этот язык, вот это песнопение. Вот это, всеслужбу прослушать, вот понимаете, это очень трогает, очень трогает это. Что еще сказать? Много там, Шиоп, Квиме. Ну, Схета, это все мы знаем, Святый Схоэль, там Хитон, Спасителя там, Святой Сидонии похоронен. — А это в каких местах, как бы, вот, называете? Ну, Схетхи, вот это понятно, как бы известный там, да? А Хитон там где? — Вот это, Схета, Святый Схоэль, монастырь. — Так, а еще? — Это тоже, в том же районе, вот это 13 Ассирийских, на Хване, 20 километров от города это. Там где-то 5-6 километров от Схета. Все рядом это. А Давид Горич, это уже Кахетию, это восточная Грузия, это туда надо километров 90. — Ну, это красивейшие места, сразу, скажем, так сказать, сами по себе, да. — Сказочные места, сказочные. — И уж если храм в таком месте, то там вообще, наверное... И люди вот этим проникаются, но нельзя не проникнуться вот в себе вот этим. Каждый кирпич, каждый камень, это много сотен лет, понимаете? Там камню там, ну, очень много. — Ну, сразу скажем, что почему Ассирийское, мы все должны помнить, что Ассирийское государство в свое время простирало свои границы. — Да. — В том числе и до нынешней, так сказать, Грузии, да. — Империя была, она даже по сегодняшним меркам считалась империей. Это, начиная от Месопотамии, это Египет, это Армения, Урарту, Средиземное море. — Ну, кто изучал древнюю историю, тот должен как бы... — Представлять. — Ну, представление должно быть, да. — Да, должно быть. — Представление должно быть. И еще я что хотел сказать. После того, я с чего начал, после того, когда Грузия воссоединилась с Россией, то интеллигенция сразу почувствовала вот вкус Грузии еще, царской России. Вот поэты Серебряного века, допустим, очень были довольны и Пушкин, и Лерна, то, что их сослали в Грузию. — А кто был бы недоволен, слушайте, да? — К нам вятку тоже ссылали, мы тут родственные какие-то. — Меняем, да? — В советское время мы очень много тоже туда приезжали. Это мека была для интеллигенции, особенно поэтов и писателей. Даже как-то один из журналистов, советских журналистов спросил, ну чего там вы так часто ездите в Грузию? Что там? Он как поэт ответил коротко, там очень много любви. — Ну я думаю, и сейчас представители творческих профессий не обходят стороной, приезжают и наслаждаются. — Контакты полные, там и концерты, и театр, и балет, там очень много контакта, очень много контакта. — Ну, наверное, политика-политика и разорвать как бы вот эти вот душевные связи между людьми практически невозможно. — Невозможно. — Тем более между грузинским и русским народом. — Нет, это я считаю, что невозможно. Вот любого туриста, кто был спросить, в любой деревне глухой, он говорит, они там свое дело знают, а мы свое дело знаем народ. Как дружили, так и будем дружить. Понимаете, с чем дело? И всегда принимают они, правда, очень-очень так гостеприимно. А гостеприимство... — Что такое грузинское гостеприимство? Давайте. — Ой, такой вопрос. — Давайте поясним. — Гостеприимство. Ну, что вам скажу. Я задавал этот вопрос настоятелям практически, где я был, всех монастырей, больших монастырей. И Шиом Гвиме, и Мсхета, и вот 13 Ассирийских, и Давид Горечий. И все они говорят, что корни заложены в христианстве, православии. Гостеприимство. Там Иисус требовал, Спаситель требовал Иисус Христос, чтобы быть гостеприимным, поделиться последним куском хлеба. Гость сейчас тоже, вот у нас тоже такой девиз, кафе, гость, посланник Бога. Понимаете, с чем дело? Вот мы так стараемся соблюсти. И поэтому это все осталось. Сейчас даже я вам скажу больше. Ну, я думаю, что весь Кавказ присоединится к этому, к тому, что вы сказали, что господин Бога. Да, я хотел, я хотел продолжить, просто вот закончу. Вот в Грузии, например, она бесперерывные войны вела практически, пока не вступила в союз России, да, бесперерывные войны. Но там гостеприимство ценилось выше, чем даже воинская добрость. Понимаете? Отношение к гостям. Да. А что касается Кавказа, то по роду своей деятельности за Кавказье, то я везде, часто везде бывал там, допустим. Первый раз норматива мастера спорта Советского Союза, будь, 20-летним парнем я выполнил на международных соревнованиях в Баку. Вот, видите. Игорь Муравьевич, мы с вами почти родственники тогда. Да, вот, для меня Баку, тем более там у меня родственники живут до сих пор еще, там, да. Вот это здорово. Там после программы можно будет поподробнее переговорить, да. Родственники живут, и я часто туда приезжал, сейчас, правда, реже, потому что уже возраст, наверное, и другие дела еще. Но когда Твилиси жил, там всего-то 600 километров из Твилиси до Баку. Да, да. Господи, там это ерунда. То же самое и об Армении могу сказать. Там вообще 300 километров, понимаете, чем дело. То есть жили красиво, дружно, по-доброму жили мы, по-доброму. И вот это тоже надо сохранить. Оно сохранилось, но где-то что-то смазалось. Но я надеюсь, что оно сохранится, продолжится вот это вот. Ну, раз уж мы поговорили немножко о грузинском гостеприимстве, все-таки какие требования к гостям? Гость тоже должен вести себя определенным образом, и что-то там себе не позволять. Или прям вот ему все можно, потому что он посланник Бога. Нет. Посланник Бога как раз ограничивает себя. Очень хорошо он это ограничивает, посланник Бога. Если он истинно посланник Бога. Посланник Бога. Если он беспредельщик, то это другое. То он посланник другого, с другой стучной силы. Что касается вот этого, очень хорошо. Знаете, как, сейчас перевести, постараюсь по-русски перевести, да. Гость, хозяин, нужен как воздух. Потому что он должен дышать, жить, да. Но гость должен даже выдохнуть, дать ему потом. А то помрет хозяин. А-а-а. Понимаете, что это дело? Слушайте, интересный смысл, да. Вот такой смысл. Если он принимает тебя как воздух, то есть вот как жизненную силу свою, да. Ты гость, и он радуется. Но ты должен так вести себя, чтобы он не умер. Он тоже должен. Понятно. Просто есть этот известный поговорк, когда незваный гость хуже татарина. Я уж не знаю, за что так татарам досталось. Почему их сравнивают с этим. В общем, рамки определенные, гости тоже. Не забывай, ты чувствуешь себя как дома, но не забывай, что ты в гостях. А что касается незваного гостя, то понятия нет. Извините, Игорь Мальчик, это переводится по-русски так. Это переводится по-русски так. Я поговорку другую вам скажу, что гостям рады два раза. Когда ушел. Когда пришел, когда ушел. До свидания. Многие мудрецы говорят, допустим, европейские. Эти всегда надо понимать, что до того, как надоели, за минуту надо уйти. Ну, это уже, так сказать, европейские. Этика. Да. А что касается гостя, я вам скажу так, что незваный, такого понятия нет. Гости. За Кавкази. Нет. Любому гостю рады хозяину. Вот отец встретил там товарища. Про свою семью говорю, да. У нас шестеро детей было. Отец, мать, бабушка. Очень жилая, да. Он спокойно приходит. Но он хозяин дома. Он знает, что у него все дома есть. Для приема гостей. И что, выпить? Он знает это. И поэтому смело приглашает. Он хозяин дома. Он каждую эту знает, где что лежит и чего там, понимаете. И он знает, что мама приготовит, накроет. И они будут сидеть, гостить. Игорь Мурадович, смотрите, ведь люди тогда просто билеты начнут покупать в Грузию просто так. И будут заходить в первые попавшие дома, как гости. Мы же гости, да, принимаем. Мы же гости, да, слушай. Можно и так. Я вам другой пример приведу. Я вот сейчас недавно москвичка переехала работать. В Твилиси уехала из Москвы. Маленький бизнес открыла там. С этим визажистом занят. Да. Она. И вот она рассказывала. Это в интернете есть. Она выложила в интернет этот случай. Эту историю. Да. Она говорит, я подошла к подруге. Домофон нажимаю. Не отвечает у нее домофон. С телефоном какие-то проблемы. Я стою, мучаюсь. Подходит женщина. Спросила, в чем дело. Она говорит, я не могу попасть. То есть пришла к подруге до сюда. Она начала. А москвичка грузинский не знает. И она начала на другие кнопки нажимать. То есть кого-то нашла. Объяснила, в чем дело. Те открыли дверь. И женщина пожелала ее все пути и прошла дальше. Оказывается, даже ей не надо было туда заходить. Она увидела, что она мучается. Пришла, помогла и ушла. И говорит, я оторопела. Говорит. Где такое? От такого отношения, да? Вот так, да. А потом эта женщина, наверное, до подруги дойти немало. Потому что сначала в правую квартиру, потом в левую в гости, потом следующую. Кстати, дошла, не дошла, там, это тоже. История умолчивает. Не знаю, плюс-минус, но полчаса опоздать туда-сюда, это нормально. Вот видишь. Вот скидка на это. Ясно. Что-то делаю. Чем и как принято принимание гостей? А? В грузинской традиции чем? Как принято принимание гостей? Что на тот же стол выставляется, накрывается? Прежде всего, да. Прежде всего, да. Прежде всего, стол. Пока там хозяйка готовит стол, там, мужчины могут сесть отдельно. Там поиграть нарды, например. Пока ждут, да? Пока готовятся. Или кофе попить. В Грузии какие нарды любят играть? Короткие или длинные? И те, и те играют. Я, например, и те, и те играю. Если с вами, то длинные сыграю. Я знаю, вы больше любите. Ты же еще не сыграл, а уже знает, Игорь Мурадыч. Простите, я не знаток. Короткие, длинные. В том числе и по продолжительности отличаются, да, Игорь? Да, да. Длинные как-то подольше нужно. Длинных убивать нельзя, а в коротких можно. Эти камни. Вот, разница. И там, ну, думать, мне кажется, думать лучше надо. Думать, и тут, и тут, да. Мужчины ждут, сидят, женщины готовят. Все, все накрыли, пригласили, и начинается здесь дискриминация. Так. Во! Женщины накрыли и ушли. И они не участвуют в этих мужских разговорах. Вот где дискриминация. Вот где жалка женщин. Ну, женщины могут там где-то присесть, они тоже между собой поговорили. Я утрею. Ну, и неинтересно сидеть с мужиками и слушать их сплетни. Как мне мама сказала в свое время. Я говорю, ты почему не сидишь с нами? Ну, мне неинтересно, говорит. Ну, что, вы сидите, разговаривайте. То, что от меня зависит, я все сейчас сделаю. Понимаете, чем дело. Ну, это общая кавказская черта, да? Да. И наоборот, кстати, и наоборот. Если приходят, допустим, вот к нам домой приходили, там, два брата старших, невестки, там, еще кто-то, женщины, да, собирались. Там мы носа не показывали. Начинаете дискриминации наоборот. Да, мы поздоровались, все, что надо, сделали, даже отец кофе варил, хорошо, принесет кофе, там, им третье, пятое. И мы уходили. А резать арбуз? Арбуз. Летом. Да. И уходили. То есть, вот, здесь вот такое равноправие может быть, знаете, какой-то степени. Вот. Есть. Что еще сказать о дискриминации, даже не знаю. Давайте не о дискриминации, давайте о дружбе у нас, программа «Союз нерушимый» все-таки, да? Я шучу. Да. Да. Ну, а, не знаю, стол этим только и ограничивается, что ли, прием гостей еще? Ну, грузинское застолье, грузинское застолье, это очень интересное явление. Просто пить, есть там не будут. Там чуть-чуть выпили, пошла песня. Если чуть-чуть еще больше перебрали, пошли танцы. Вы понимаете, что он делает? Вот если вы придете к кафе «Тифлис», у меня такое панно есть большое, и там как мужчины гуляют. Большое такое, два на полтора метра. Я вам покажу. Песнопение. Нет, они и поют, и танцуют еще. У вас? Нет. В «Тифлисе». В «Тифлисе». Ну, с танцуем, даже от дозы зависит, сколько примем. А петь? Петь – это потом еще на свистине. То есть это потом опять тосты начинаются, потом опять начинается вот это пение, потом на гитаре кто-то играет. Вот так разбавляем. Вот это вот живое пение очень хочется послушать. Вот это разбавляем, и вот это чревоугодие, так скажем, да, вот эти разбавляем. То есть вот это пение и танцы. Аж по голосу незаметно. Ну, мы уж не будем просить уж. А почему нет, у нас с тобой бывают и музыкальные передачи. А, кстати, вот это уникальное явление, как грузинский тост, тост на Кавказе. Вот это откуда это вообще? Где истоки этого? Почему именно вот это? Это сотнями лет шлифовалось. Я считаю… Это же мастерство, это же искусство. Это искусство, да, чтобы заставить задуматься. Вот у меня тоже там книга есть выпущена «Грузинская кухня». Потом я вам покажу там она. Это, по-моему, в 2000 году, да, выпустил? В 2000 году, да. Это искусство, искусство при том, знаете, как вот каждой хозяйке. Вот каждой хозяйке свой какой-то секрет есть в приготовлении того или иного блюда. Понимаете? Вот я по себе знаю, если идем к одним, там, ну, хачапури нажимаем. Потому что знаем, других таких не будет. Другими идем, я уже знаю, что там сациви будет супер. Значит, хачапури я отодвигаю сациви. И хозяйка тоже знает, что этого надо побольше, побольше приготовить, потому что будут налегать именно на это. Нет, более того, не скромничай, я говорю, что я приеду на сациви, только больше ничего не хочу. Я там шашлык где-то, ладно, бог с ним, на сациви приеду. Немножко подальше микрофон у тебя, чтобы говорить не о. То есть у каждой хозяйки есть свои фирменные какие-то блюда, которые она, конечно, делится, выкладывает на стол. А мужчины в Грузии вообще не готовят? Готовят, как нет? Готовят. Готовят, очень хорошо готовят, кстати. И повара все, в основном мужчины, во всех общепитах мужчины. Но дома это приоритет женщины в основном. Она не подпускает. То есть, например, мужчина, работающий шеф-поваром какого-то заведения, он дома не готовит, как готовит его супруга. Потому что супруга лучше готовит, чем шеф-повар. Но она ему об этом не говорит, чтобы его не обижать. Чтобы не обидеть профессиональную гордость шеф-повара. А вот обычно, я не знаю, я по себе сужу, когда приезжаешь, как-то хочешь приобщиться к местному колориту. И чуть ли не увидеть каждый день какой-то там обыденной, ежедневной, не праздничную сторону, а такую вот. И поэтому рвешься куда-нибудь, если даже поесть, рвешься куда-нибудь, где не то что ярко, а смотришь тут, ага, местные ребята сидят. Вкусно. Да, значит, сюда надо там, да? Вот. Как вот человеку, так сказать, сориентироваться в этой ситуации? Ну, приехал, ладно, путевка там, вот там по экскурсиям тебя водят. Но когда по экскурсиям опять показуха где-то появляется, еще чего-то. Как бы вот от показухи к жизни как бы вот пройти? Очень просто. То есть, не приукрашенную какую-то, да, вот увидеть жизнь. Самую простую жизнь. Очень просто, я вам просто гарантирую это. Вот стоит таксист, да? Да. Подошел, скажет, дорогой, я хочу вкусно покушать, понимаешь, пилиси. Ты таксист, ты все дырки знаешь, скажи, пожалуйста, где можно вкусно покушать? Я тебе уверяю на сто процентов, он поделится. Скажет, вот там, где туристы, туда не ходи. А вот в этот переулочек сходи, там в подвал спустись и поешь это. Таксиста нет человека, встретил, только мужчина. Мужчина? Женщина нет. Мужчина встретил, скажет, я хочу поесть вкусно. Где здесь можно, где вы обычно собираетесь, сюда-сюда. Наверняка он даже может проводить, если время есть у него, он проводит прямо до заведения. А если еще более-менее сейчас там тяжело, там с финансами, естественно, он вообще и угостит. То есть, грубо говоря, накормит. А вот чтобы попасть еще, вот поел хорошо и захотелось послушать грузинское пение. Вот бывает, чтобы прямо реально в кафе люди там что-то там как-то... Вечером. Вечером. Можно попасть на такое. Спокойно. И тоже к таксисту надо подходить? Нет. Это там на слух, видимо, надо идти. Слышно, слышно. Нет, есть специально. Вот большие компании, когда бывают, да, большие компании. Там всегда два, три, четыре, а то если очень большая, то и семиголосие услышишь, то есть семь голосов. И гитара обязательно у всех там. Одна, две гитары обязательно. То есть, это очень спокойно можно попасть, даже поучаствовать, присоединиться. С удовольствием примут. Да? С удовольствием примут. То есть, пришел покушать, смотришь, люди веселят, говорят, слушай, я с вами хочу повеселиться. Да, да, ради Бога, ради Бога. Опять тот же принцип. Бог, гость, посланник Бога. Вот, послал Бога, на человека. Все. Реклама у нас сейчас будет. Небольшой Игорь Мурадович Барслива, основатель и владелец кафе Тифлис. У нас в студии. Мы сегодня путешествуем в Грузию. Прервемся, скоро продолжим. Продолжаем наш разговор. Да. Хотелось бы сейчас на практических вопросах с рято часа, да, вот такое руководство, может быть, конкретное, дать. Как добираться до Грузии? Когда, Игорь Мурадович, последний раз в Грузию? Месяц назад. Месяц назад. Со специями, Игорь Мурадович сказал, вернулся. Мешком специи. Мешок. Давайте летаем с аэропорта? Внуково. 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 Домодедово. Домодедово. Еще какой-то новый у нас аэропорт. Сейчас есть этот, я не знаю, еще третий аэропорт маленький, раньше я никогда не летал, но я не знаю это. Меня внуково устраивает, почему? Почему я внуково? Отсюда прилетаешь на Внуково, и там же прямо через два часа ты улетаешь. Стыкуется удобно? Удобный стыковочный такой рейс. Цена перелета, если сейчас говорить о ней. Цена перелета Москвы-Тбилиси. Ну, гораздо дешевле, чем из Кирова в Москву поехать. На самолете имеем в виду. Дешевле? Дешевле. Ого, вот это открытие. Вот так вот. Я туда, ну, я скажу, озвучу цифру. Туда и назад поехал, приехал, заплатил 12 тысяч рублей. Да. Понятно. Ну да, сопоставимо. Сопоставимо. Игорь Муратович, паспорт? Там должен быть загранпаспорт и больше ничего. Визы не надо? Ничего не надо. Ты показываешь паспорт, тебе ставят печать. Добро пожаловать в Грузию. И вручают паспорт. Это занимает ровно 5 минут. Причем общение все на русском происходит, естественно. Какие города есть рейсы? Какие города? Да, не знаете случайно. Не понял. Ну, кроме Твилиси? Твилиси. Сейчас как-то очень сложно стало. Вот с Казани. Батуми. Казань. Твилиси есть. Казань, Батуми есть. Но почему-то Казань летит в Питер. А из Питера потом уже в Батуми. А, вот так вот. Да. Объединило. Вот единственный рейс, который прямой, это два рейса. Вот это грузинские авиалинии. Почему я пользуюсь ими? Потому что прямо 2 часа 20 минут, и ты там. Это в Твилиси. А это, не знаю, из каких соображений. Видимо, экономия или что там. Вот такие рейсы. Или Москва-Санкт-Петербург-Твилиси. То есть из Москвы ты летишь в Санкт-Петербург. Или Москва-Стамбул-Твилиси. Но это уже вопросы к авиаперевозчикам, конечно. Почему они так логистически выстроили? Почему тогда? Ну, видимо, так устраивает. Мне трудно ответить. Автомобильный транспорт? Авто это все просто до Владикавказа. И оттуда вот 200 километров ты уже в Твилиси. По нормальной, хорошей дороге. Кстати, дорогами там нормально. Очень хорошо сейчас дорогами. Наше водительское национальное удостоверение, наша страховка. Все проходит. Все проходит. Плюс загранпаспорт нужно с собой брать, естественно. Загранпаспорт единственное, что... А сколько ехать? Смотря как ехать. Как быстро ехать. Ну да, да, да. Я помню такое. Один знакомый привез на 12 или 13 тысяч трав. Ну... Торопился, торопился. Чуть-чуть, да. Торопился. Да, да, да. Говорит, лучше на самолете полетел бы. Как говорит один странник, говорит, я шел, спросил у человека, сколько до такого-то города. Он молчит. Ну, я, говорит, 10 шагов сделал, он меня окликает. Я говорю, чего? Так вот тебе-то идти полдня. Он говорит, а что, сразу не мог сказать? Ну, я должен был посмотреть, как ты идешь, да? Это точно. Это точно. Так что и тут... Ну, в принципе, 2500-2600 километров тоже. Километров. Да. На поезде? Поезд опять до Владикавказа. Туда, в Грузии, не ходят поезда, потому что там Абхазия, и она перекрыта дорога. До Владикавказа, из Владикавказа? Да, Владикавказа, там очень много стоят. Мины, вены, такси, автобусы. Такси, маршрутки. Да, маршрутки, очень много. Несмотря на, как бы, типа, что там, конфликт, конфликт, там, Владикавказ, там... Это у кого конфликт, у народа нет конфликта, поэтому... То есть, все очень просто, спокойно села и поехали, да? Все очень просто. К поезду, там, около вокзала уже стоят эти машины, и российские, и грузинские машины стоят номерами. И, притом, недорого предлагают, там, 25 лари, 25 лари, 10 долларов. 10 долларов, ну, 600 рублей округляем, да? Да. То есть, с Владикавказа до Тбилиси? А? До Тбилиси? До Тбилиси, да. Да, прямо до автобусов. Да, ну, 620 рублей, да. А уровень цен порядок сейчас, непосредственно? На что? На общий пит, сходить покушать. Дешевле, намного дешевле, я уже о Москве не говорю. Дешевле, чем в Кирове, да? Да, да, да. Включая и вино, раз уж мы в Грузии. Естественно, естественно, да. Угощения разнообразные. Да, да, да. А иногда и бесплатно, наверное. Не иногда часто бывает. Вот видишь, да. Особенно, если в кафете попадешь. Так. Ну, один турист, по-моему, все дни там провел уже. Только на самолет еле успел прилететь. Не отпускали? Нет. Пять дней сидел. Правда, правда? Пять дней. Пять дней в семье гулял. Ничего себе. Ну, хоть что-то-то они должны были какое-то задание-то дать. Вот нам тут что-то нужно сделать. Ты помоги нам, пожалуйста. Нет. Любой нормальный человек, по-моему, будет чувствовать себя должным в этом случае. Игорь Иванович, ну, хорошо. Без машины приехал, прилетел, вышел, устроился в гостиницу. И реально хочешь посмотреть там то, что вы назвали еще там другие какие-то исторические. Дворцы какие-то там исторические места, башни какие-нибудь там и так далее. И опять не хочешь вот, ну, кто-то с тургруппой там ходит, а кто-то, я хочу так посмотреть. Индивидуалист. Индивидуалист. Индивидуалист, да. Ну, все равно кто-то должен что-то посоветовать. Например, там есть Старый город, называется. Или как Твилиси называют его еще Мейдан. Он очень интересен. Интересен тем, что вот рядом стоят синагога, мечеть. Православный храм. Православная церковь. Понимаете, в чем дело. Как в Иерусалиме? Ну, я думаю, что даже как-то более теплее. Молодец. Это субъективно. И пожилые люди все сидят, все ведут разговор степенный, чай пьют. Кто колян курит, там это. И сидят, что-то вспоминают. Вот старые люди, старые люди говорили, это люди одной национальности. Твилисцы. Понимаете? У него другой нет национальности. Там не делят. Он Твилисец. Все. И этим все сказано. Понимаете, в чем дело. И многие взрослые, вот мои ровесники, туда-сюда, когда иногда спрашивают там, какой ты национальности, я говорю, я Твилисец. Все понимают. Это уже, да. Ясно. Что там остальное все уже лишнее. Не нужно объяснять. Потому что есть районы полностью, Алабар, допустим, армянами заселен. Там рядом район азербайджанцами заселен. Понимаете? Здесь Малакани, кстати, очень много Малакан, старообрядцев, которые там живут испокон веку, еще 200-300 лет там живут. Но проблем никогда не возникало. Все Твилисцы. Все Твилисцы. Одна национальность Твилисец. А время года самое подходящее для путешествия в Грузию? Чтобы и не жарко, и насладиться как-то всеми прелестями природы. Это, конечно, конец мая, начало июня. И сентябрь и полоктября. Вот это самое такое полное изобилие. То есть на рынке все трещит. Паш, вам цены смешные. Ну, просто для сравнения вам. Вот сейчас я выезжал. Черешня, если на рубли перевезти, да. Где-то 25 рублей стоило килограмм. Ну, это, да. По кировским меркам это, конечно, дешево. Вишня также 25-30. Абрикосы тоже 25. Арбуз 5 рублей. То есть, ну, понятно. А я уже не говорю, эти помидоры, огурцы, зелень. Ну, кстати, рубли-то свободно принимаются или все-таки нужно? Принимаются. Принимаются, да? Не проблема. Не проблема. Любая валюта там принимается. Там она свободная. А сейчас, тем более, она Евросоюз как бы ей разрешил без визы уезжать, приезжать гражданам в Грузию. Поэтому там любые деньги крутятся. Обменников много. Евро, рубли, лади. Да, доллары, фунты. Все, что хочет. Там это казахские тенге. Ну, все деньги, которые идут там. Они работают. Все деньги там. А вот для туриста оптимальное количество дней, которые стоит провести, ну, там, понятное дело, что можно остаться навсегда. Это с дорогой? Да, с дорогой. Ну, вот сколько, минимум, вы бы порекомендовали рассчитывать на то, чтобы такую хорошую поездку в Грузию совершить? Хорошую поездку. Чтобы влюбиться в Грузию. Чтобы влюбиться. Чтобы влюбиться в Грузию. Чтобы влюбиться, надо там родиться, извините за команду. Ну, почему? Не, многие приезжают, живут там сейчас, но очень много. Там, например, вот опять я зашел в соцсети, пишет, говорит, я открыл фирму и с оборотом прочу 1%. И все, больше ко мне никаких претензий, никаких вопросов. Вот такая налоговая, да? Система. Условия для бизнеса. Система такая, говорит, я. И когда открывал фирму, говорит, мне дольше, больше время заняло припарковать машину, чем открыть фирму. Чем зарегистрироваться, да? Все бумаги оформить. Да, все бумаги оформить. Там очень хорошо сделана вот эта юстиция, называют Дом юстиции. Все справки, все документы, любые. Там в течение, там, сколько-то небольшого времени тебе предоставляют. Просто, если интересно, я могу пример привести. Значит, только загранпаспорт получить, да, у нас? У меня старшая сестра там живет. Месяц у нас его получали, ну, месяц. Старшая сестра живет, и я говорю, пока я приехал, давай я тебе сделаю загранпаспорт. Сели в машину, поехали, вот, это юстиция. Подошли и говорим, вот, я сестре хочу паспорт сделать. Она начала ее опрашивать. Эта девочка опрашивает. Потом, говорит, вот, прочтите, я правильно записала или нет? Сестра говорит, да, правильно, тогда распишитесь. И еще вопрос был, а где вы родились? Она, говорит, отбелись, и в сороковом году, в советское время, еще в сороковом году туда-сюда. Сейчас, говорит, надо этот, как ее назвать, свидетельство. Я, говорит, думаю, сейчас туда в архив ехать. Я, говорит, что мне в архив? Говорит, нет, зачем? Она берет трубку, звонит в архив. Говорит, вот такая, такая, такая родилась. Там подтвердили. Да, родилась, она пишет. Что подтвердилась. Все? И все. Загранпаспорт готов? Фотография, говорит, вот здесь фотографируйтесь, через 30 минут подходите и это, получите это. Мы пошли, ну, через сорок подошли, паспорт готов, взяли и ушли. Боже мой, хочу в Грузию. Вот, видишь. А последний вопрос у нас, как бы, со временем. Время-то уже мы перебираем немножко. Насколько там, вот, вы говорите, что пришел там бизнес там и так далее. Но грузинский язык уникальный язык. И не каждому дано, как бы, сразу его изучить, да? Безусловно. Безусловно. И я могу открыть фирму, как бы, будучи просто носителем русского языка. Носитель русский, английский, испанский, любой. И без проблем там, то есть, и документы, и писать заявление могу по-русски. Все, все, без проблем. Ой, вот такое непродолжительное, но очень интересное путешествие. Да, получилось. Так что приезжайте, ребята, получите колоссальное удовольствие. Спасибо большое, Игорь Мурадович Борослива. Основатель, владелец кафе Тифлис. Ну и кафе тоже не обойдем стороной. Пожалуйста, двери всегда открыты. Да, Игорь Мурадович. Спасибо большое. Это завершается «Союз нерушимый». На сегодня до свидания. До свидания. Всего доброго до свидания. Союз нерушимый. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова